Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская Жиз, с вами Нина и Вова. У нас сегодня какая-то красота. Так, носи. Чё? А? А? Чё, тебя держу заложника? Вовку держу заложника. И сегодня я его утром пытала! Всё утро! Не скажу как. Не скажу как. Какой как? Есть мне не добавок. Да, 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 да. Пытала. На холодильник самок повесила. Да, сказала, всё, Вова, экономим. Либо парковка, либо сосиски. Видите, сосисек нету на столе. Вот так вот. Так, на клубнику съесть, а то мы так уже купили и всё. Чё, наелись, у меня есть своя. Спасибо, нефиг мне тусывать свою облизанную. Облизанную. Да, облизанную. Вы не мою, а твою. Да, 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 да. Кушай. Приятного аппетита. Слушай, кучи кондейчик, а? Тут жарковато. Да. Душновато, жарковато, да. Всё, уже начался сезон кондей. Скоро опять чихать начну. Сейчас там надо выключить. А ты там доставил, что ли? Ну ладно. Там будет проходник сюда. Придёшь. А вот ты ешь потей, работай, мерзни. Всё, едаем суп, а потом надо будет другое варить. Не знаю, сегодня, наверное, не буду варить, завтра. Вот. На сегодня чём? На сегодня четверг, завтра пятница. Сейчас поедем через Фантастику. Вот, возьмём там средства против сорняков. Там есть специальный магазин. Плюс водички взять. Ну, посмотрим, как оно там растворяется. Сколько там нужно конкретно. Мы там, по-моему, воду оставляли. Тебе вобискажут. Ну. Прежде я хочу посмотреть, почему мясо в Ашане. Это там есть. Да. Если там, может быть... Не, ну, там, в принципе, оно запакованное. Но, может быть, там есть вот, знаешь, что такие свинины большие, куски. Можно прям взять всё. Там, если есть такие куски. Сколько я помню, в последний раз когда был. Там они в заморозке. Ой, а тут ты думаешь, они не заморозки. Ну, если заморозки, то лучше. Возьмём. Ещё. Что-то спарит совсем, свинина дорогая. Всё. Мне кажется, оно скоро будет на пике, оно, рублей по 700 будет. Хотя, кстати, почему-то шашлык стал дешевле, 50 рублей. Рано. Сидит лограмм. Скидыш. Скидыш. Ням-ням. Сейчас делаю всё красиво, гути пьёт. Со всеми, чем только можно. Вот. Смотри, сколько. Вот, вот. И ещё сверху так. Многоярусный, многоуровневый. Кстати, я сейчас заметила. Там на парковке натянута сетка. Это что, птицы не подлетают. Не только для этого. А зачем? Что, куда ничего не залетало с улицы. Мне кажется, всё здорово. Сегодня опробуем нашу парковку. Надеюсь, всё хорошо. Нам ключик не продали за 4 700. Он сказал, там, за ключ. Потом, когда будете возвращать. Считай, как? Страховка. 200 рублей. Заплачивайте себе 4 700. Даже ключик нам дали. Смотри. Там что-то выходить. Заходить, выходить. 200 рублей это какая-то страховка. За первый, за последний месяц. Всё, она пошла, снял их. 200 рублей. Нет, я думаю, здорово. Кажется, храм-то отчитывается. Нет, ключик. Любой тут, зайдёт, да? Да. Она будет тут по машинам сшариться. Кстати, вот эта вот парковка, вот ещё плюс огромный в том, что это что с машиной не случилось. Нет, крадут и прочее. Нет, конечно, если захотят, то да. От всяких, знаете, иногда там меня пугали, что могут быть там подростки каким-нибудь идут, покататься захотят. Ещё там что-нибудь взломать, врача. Убережённых был, бежит? Убережённых единственных, что разве не убить стекло, могут? Могут. А помнишь, перед спаром машина стояла? Помнишь, её там разбили тогда? Там чё-то чё-то. Не знаю, то ли она брошенка была, то ли чё. Когда показывали, дошли её, не знаю, кто и как, но было уже ухода с камер, как она едет. Там как раз женщина. Видно, она как раз этой же быки. Она, кстати, увезли в Северус. Это хорошо. Ну, когда ты рядом с машиной, ты не беспокойся. А когда вот она там стоит, не очень. Опять же, я так думаю, что женщина знает, за что я ей так приняла. Нет, я тебе не про эту, я тебе про другую. Я тебе говорю. Перед спаром копейка тогда стояла. Копейка, копейка. А, у нас здесь очень был, короче, женщина, Бэху. Белая, красивый такой кроссовер. Вот мы так ходим с остановки. Вот там вот, короче, стоял кроссовер. В общем, все колёса спустили. Там машину исцарапали, всё. Облили какой-то краской. Капец. Красной краской, чё-то там пытались писать, но не получилось. Отбили все из зеркала. И разбили стёкла. Уничтожены машины, представляете? Так, какая она. Ну, если, скажем, краску ещё смыть можно, да, скажем? Да. Считай, если поторапали кузов весь. Зеркала. Под покраску. Это, видите, как его, стёкла, это так, большую тапличку вылезли. Ну, я, знаете, я смотрела фотографии тогда. Там вот явный почерк женский. Вот явный женский почерк. Потому что вот красные вот эти цвета, вот эти вот проткальты, это. Ну, только бабы так вот в разборке ведут. Я тогда ещё высказала предположение, что, может быть, вот та владелица увела у мужа, мужа, у женщины. И это я так отомстила. Это я так предполагаю просто. Я не знаю точно, но я так предполагаю. Вот, потому что там прям явный след был, вот, как будто, знаете, как лаком её так. Гель-лаком, кстати, скоро пойду. Там кто-то писал, ну, сейчас отыщет и прилетит. Нифига никого не отыщет. Ну, нет, найти-то, в принципе, можно, но... Там, блин, камер нет. Там камер нет, да. Вот если бы попало на камеру, ну, да, были бы козыщие. Так что сейчас, если вдруг что-то случится, у нас есть камера. Если даже попадёт на камеру, то где будет искать? Да найдут. Если чётко лицо попадёт, да. А ещё это как на домах вешать камеру, да. Там далеко. Пытаюсь приблизить, и там всё мутно. Нам каску зарядили сколько? 80, сколько тысяч? 86. 86 тысяч. Вот скажите мне, вот нахрена мне каска? Если она защищает от угона, и что там ещё? А то, нахрена, если дерево падёт, там, всё-чётко. Вот мы взяли парковку, у нас не только парковка, у нас защита от падения дерева, защита от угона, понимаешь, от порчи, и прочего. Так что вот? Одни быстро мы убили несколько зайцев. Ха-ха, считайте. И дешевле. 4 тысячи, 4,5 тысячи в месяц. За год и сколько? 45 плюс 9. 54. Ну, конечно, немало, но тем не менее. Твоя машина никому не нужна. Он глинтинг-то на какие-то рожи укладом стоит. Говорит, ну, знаешь, что? В комментариях психу почитаешь, как-то у меня сомнения по поводу того, как они нужны. Там, я, по-моему, забор против нас хотят устроить. Типа, не смотрите их, чтобы им деньги не капали, а то вдруг они кредит не платят. Ребята, те, кто устраивает этот забор, вы, скорее всего, живете в России. Мы и так с вас ничего не получаем. Абсолютно. Что вы смотрите? Что вы не смотрите? Ну, ты знаешь, откуда ветер-то дует. Да, понятно. Там уже... Ну, просто смешно. А те, кто нас смотрит, понимаете, они к тому нормально относятся. Из-за того, кто, блин, больше всего орёт, что они, глядите их, сам они смотрят. И смотрят. Я только одним глазком. Да, подожди. Смотрим на перемотки. Вообще их не смотрим, только комментарии читаем. Но дословно, да, каждые секунды знают, где у нас что-то случилось, где Вовка там поковырялся. на перемотке. Да, где там Вовка поковырялся в носу и прочее. Причём, помню, да. Я только одним глазком, да? Да, да, да. Ну, что такого? Я-то такого. Чуть-чуть. Я один разочек? Там он подождает. Они-то не узнают, да. Я помню, как против одного блогера тоже пытались сделать загрузку. В итоге они его только увеличили, мы просмотрим. Понимаешь, когда? Ещё раз говорю, ребята, к сожалению, сейчас такое время, что мы не получаем доход от зрителей, которые смотрят нас из России, понимаете? коих у нас 70-80% смотря по каким-то определенным роликам, понимаете? 78%. В любом случае, что вы смотрите, что вы не смотрите, мы не получаем от вас доход. даже если из Беларуси. Если вы хотите нам насрать, извините, YouTube уже сделал это за вас. Так что смотрите дальше. Но себе уже. Так что смотрите спокойно, и всё. Не думайте, что я на вас как-то зарабатываю. Поверьте. Это просто вот эти первые два. Нам прям брали много. И кому-то там жить спокойно мешает. Рульки. Не, нормально брали. Там за день, вот это вот, когда мы ездили за машиной, я ещё посмотрела, 245 тысяч. За день. 245 тысяч. А за два дня там получилось 478 тысяч. Представляете? За два дня. Нас посмотрели 478. На дзене 200 тысяч. То есть нас за два дня посмотрело сколько там? 670. Короче, практически 700 тысяч человек. Представляете? В день нас смотрят 350 тысяч человек. Это пипец вообще. Я прям в шоке просто. А на планете проживает 9 миллиардов. Хоть кому-то мы-то понравимся. Ты же, вот. И все, знаете, не роя другому яму, и сам не попадёшь. Чем больше ты пытаешься кому-то нагадить, навредить, тем больше твоя жизнь превращается. Это всё и превращается попой. Как-то по-другому, да. Попой приходит к тебе. Да. Здрасте. Вы заказывали? Нате. Поздно, уже оплачено, да? Да. Закон сохранения масс. Вы заказывали? Нет. Поздно, я вообще была в шоке, когда читала комментарии, там пишут, хоть бы они в стол порезались. Я всё ожидала. Как-то нас оскорбляют, туда-сюда, обзываться у ООО, пожелать нам каких-то травм, смерти, увечий. это капец вообще. Тут уже край. А потом удивляется, что я кого-то там называю придурками. Или там что-то исключается. За какое слово это у меня тогда? Утырки. О, а как по-другому назвать? По-другому не зовёшь. Это ещё мягко сказано. Угу. А потом люди уделяются, блин, а почему мне вот это случилось? А за что? А почему? Почему Бог меня так не любит? Да, да, да. Ну, так вот. Вы вспомните, кому насрали, может быть, что-то... Между прочим, слово это материаль. Ну да. Всё, что вы сказали в зале, становится материальным. Я, вы знаете, даже своим врагам никогда... а постепенно. Скажем так, не жалела, не желала ничего плохого. Да, я могу их не любить, но желать какой-то смерти это капец. Это жесть. Как говорил один учёный... А закон сохранения масок? Думайте, что вы говорите и что вы пишете. Сколько нам всего желали. Слово может стать материальным. Почему в народе это пословица это и есть такая слово не, блин, воробей вылетит и не поймаешь. А великий ужасный бумеранг ещё никто не обменял. Вот так. Вот видите, ко мне какие-то бумеранги прилетают. То хорошее. Значит, посылаю её только добро. Ну, так вот. Ну, кому плохие, значит, они тоже не очень хорошие вещи. Ну, кто в это не, блин, верит, думаю, жизнь покажет вам. дедай кобыслу. Я кумик даю. Бывешь кумик, он сам нормально? Нет. Да, боляня. У меня мясо есть. Кстати, да, вот там пишут, что типа, Вовку не отвлекай. Согласна. Вчера мне даже не давал музыку включить. Представляете? Желуджь, конечно, личный раз у меня. Я сам включил, как тихо, а не коктейль. Европа плюс. Я думаю, когда она жила, что там за компьютером садишь там, там что-то сидишь там, играешь часами, ночами и просим. Как раз тоже всё Европа плюс ушло. Всякие там шоу. Вот. Было весело. Что-то. Стойку. Тут там ничего не строится. Крам поставили, а что-то нифига деланного нет. Реально. А что тут? Что они за пару дней туда там дом возведут? Так они вообще ничего не делают. Кстати, смотрела парковку, вот она прям перед нами, через вот этот вот дом, который строится. Там подземная парковка тоже охраняется. Под домом. Причём она, я так поняла, она вообще там чуть ли не отапливаемая. Вот. Смотрите, сколько стоит. один с половиной тысяч. Капец вообще. Да, очень дорого. Потому что плачешь за отопление ещё плюс. Отопление у нас это дорогое. Круглый год плач. Это там. Сейчас места очень дорогие. Вот не знает, как будет там заблиброшка, который стоит. А, да. Ну, сейчас там не будет отопление. Отопление может быть не будет, но она вообще полностью закрытая. Она закрытая, да. Вот там сделали окна, только чисто, чтобы свет был. хотя внутри там мало света. Там нужно лампочки вешать. Да. Да. Чайно так раз полуворачиваю и не заметил машину. Бам. Отсюда не знаю, как здорово. Машину помыл, поставил. Она не будет почувствовать. Ну, там пылька небольшая. А тут мы ее помыли один-два дня, как будто вообще не умыли. Что ты хочешь? Пыль? Пыль космическая. Здесь, дома-то при закрытых окнах. Особенно, когда в пробки едешь за фурами. Пыль глотаешь. Ой, Вовка-то уже в пробки едешь за фурами. Ой, фугольничек мой. Кто там сидел, дрожал, блин, в кресле-то? Ой, 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 как близко. Я не ощущаю габаритов. Как это? Мы вчера, когда выезжали с этой, с сервиса, когда окна делали, там как-то Вовке очень сложно было развернуться, потому что здесь поставили машину, тут газель стоит, вообще как-то пытался очень аккуратно. Мы когда разворачивались, выезжали, да? И на меня вот это вот, ну, парень-то, которые там в сервисе работают, нам показывают, там, тебе период назад, там, тебе выруливают, и он потом мне показывают вот так вот. То есть мы вот столечко были, чуть не поцеловались с этим. Горбога, аккуратней. Стойкий ворот. Пипец вообще, чуть-чуть, чуть не попали в авару. Стойкий ворот. Ну, это как не авару, это не вырезалось. Ну, правильно, тут, блин, этот подпер, блин, поставил свою колымагу, блин, в Мерседес свой, блин, там его бы не задеть. А тут газелька мешается это развернуться. Она хоть и маленькая, но это упираешься в неё. Я уже потом это окошко открыла, говорю, потом это газелька отъехала. Газелька отъехала, блин, и всё. Газелька отъехала. Ага, сейчас он тебе, он так поглядел на тебя, ты чё тут охренел, что он, блэд, со мной разговаривает, чё? Зак, ну всё, хорэ. Огоще. Ну, хорэ, блин. Он же на Мерседесе. Хорэ. Видишь, давай. Он прекрасно. О, хватит. И подъехал сзади, хватит. Хватит, вот, хватит, вот, это и хватит, эти счёты, хватит, трубается. У тебя все плохие. Идите по дороге, мы всех материм. Да. Это козёл. Логой. Козёл был один, который подрезал. Ну, конечно, дорогой прям, капец. Разбитый. Давай ешь. Ладно, хоть я не первый стоял, там машина была на млесе и топоре. Прям, блин, сбоку я вылетел, блин, на детке ржавой. А, да, кстати, которые вчера-то ехали. Вообще капец. Он так это резво, так раз, развернулся, чух. Бешеный топорик. Как зомби, машина как зафиг, как это, зомби, блин. Ага. Там вся какая-то разваливающаяся. Там уже ни бамперов ни фига ничего нет. Вообще же. Ни самозавра. Жопы нету. Ладно, кстати, впереди это ехал, как он, Джимми, не упомню, это Хонда или Тойота, Джимми. Кстати, девушка ехала тоже. Только она что-то без знака ехала, но вот так же. Еле-еле. Да, да, да. Кстати, может быть, некоторые не знают про знак вообще. У нас теперь аж два. Друг не поймёт, что мы новички. Ну, как я читал вот это по отзывам вообще, кто-то уже ездил там, когда-то и чего-то. Год, тоже не, слышал об этом. Пока в дни остановили гайцы. Остановили, но, это предупреждением отделался. То есть, все вот пишут один год, что, типа, если у друга попадёте, и забыли это знак нам не клеить, делайте предупреждением, не гад штрафуют. Гад смысл вообще. Не храмы клеили. Не, ну, это другая страна, чтобы эти сзади видели. Так что, вот так. В общем, не желайте людям зла, пускай всё будет хорошо и посылайте только доброе. Потому что, в противном случае, в умирах никто не отменял, и поверьте, это зло, оно может вернуться ещё больше силы. Вы изначально выпуска. Пока-пока.